И всем привет, ребят, с вами Сорваник, я сейчас записываю новый ролик, сегодня ролик посвящен игровой тематике и сегодня мы вместе с вами будем обозревать и тестировать один очень интересный дрон, который еще пару дней назад я бы ни за что бы не одел бы в матчмейкинг и вообще бы не сказал бы, что есть хоть какой-то смысл от него. Но сегодня уже немножечко, по крайней мере поменялось у меня мнение по поводу этого дрона, это дрон-спасатель, кажется абсолютно неактуальный и не конкурентно способный дрон на сегодняшний момент времени, Но, сыграв на нем пару боев на одном из стримов, я что-то начал задумываться о том, что может он и не так плох, а может это дополнительная аптечка и дает неплохой буст. И сегодня мы попробуем разобраться чуть больше в этом замечательном дроне, попробуем его раскатить в одной, может даже в двух катках, в зависимости от того, как быстро у нас они пойдут, ну и попробуем реализовать максимальную пользу из этого дрона. Я также открыл википедию, чтобы посмотреть то, что дает вообще этот дрон в целом. При полной прокачке он дает 1000 хп хила в тот самый момент, когда ваш танк должен уйти на рез, да, то есть когда у вас, например, либо нет аптечки, либо вам противник наносит максимальное количество урона, И вы, ну грубо говоря, ваншотитесь, да, сейвит вас от ваншота и дает в этот тайминг 1000 хп при полной прокачке, при этом сокращает перезарядку припасов до 5 секунд и расходует два дополнительных ремкомплекта при срабатывании. При этом все, перезарядка на сегодняшний момент времени 9 секунд, что является крайне-крайне маленьким периодом времени, если, например, сравнивать его с гиперионом, у которого кулдаун аптечки, если я не ошибаюсь, 10 должно быть секунд. Здесь где-то информация об этом, где и должна быть. Вроде как 10 секунд у нас на аптечку и 12 на ми, но если я вдруг не прав, то поправьте меня в описании, где-то инфа должна быть, но я что-то не могу найти. Сокращение времени перезарядки припасов 20 с расход припаса плюс 1. Ладно. Поэтому в целом это может смотреться очень и очень интересно, может показывать нереально крутой перформанс этот дрон, но для всего этого нужно грамотно подходить и качественно играть. Сегодня попробуем реализовать вот такую вот интересную комбинацию, а именно хантер-аграма с вакуумными снарядами. По режимам лучше всего играть в CTF-ке, либо в регби. Именно в этих режимах зачастую, когда вы будете увозить флаг и тянуть мяч, вам будет необходима эта дополнительная аптечка. Ну и вообще в принципе я как игрок, который очень часто не успевает прожимать аптеки, либо сэвит эту аптеку крайне-крайне долго, скажу вам, что для меня лично этот дрон может быть очень и очень полезен. Ну и плюс у вас есть всегда сейв от ваншота, да, то есть от большого количества урона, которое залетает в кратчайший период времени. С точки зрения нынешнего матчмейкинга таких ситуаций крайне-крайне много и довольно большое количество пушек может делать этот ваншот. Поэтому попробуем рассмотреть чуть более глобально этот дрон. Ну и посмотрим вообще на его реализацию. В целом у вас есть возможность поражать двух припасов одновременно. И также у вас дополнительный кулдаун на третий припас будет всего лишь 5 секунд. То есть, грубо говоря, за 5 секунд вы уже находитесь на полных припасах. Плюс при этом в всем раскладе у вас еще есть дополнительная сейвовая аптечка. То есть у вас есть две аптеки. Первую вы вязаете, вторую вы еще подсейвливаете. Хотя лучше всего сначала расходовать аптеку именно спасателя, чтобы у вас она уходила на кулдаун. И потом вы как раз-таки за тот период времени вот этих вот 9 секунд прожимали бы свою аптечку. И потом получали уже дополнительный сейв от уже последующей аптеки. То есть, грубо говоря, у вас есть возможность получить две аптеки со спасателя и выжить еще в дополнительном моменте. То есть, грубо говоря, это очень неплохая возможность хорошего, качественного подсейва. Ну и плюс еще автоприпасы, которые сейчас у нас появились. Боже ты мой. Появились в нашей игре. Я бы сказал, что они тоже очень и очень неплохо помогают этому дрону. Да и вообще большому количеству разных дронов это дает очень неплохой буст. Так, но у нас пока что противник... А, нет, не увозят. Не увозят, но пытается, по крайней мере, отвозить. Тут урона добавили. Попробуем сейчас зайти противнику на базу. Здесь у нас уже есть ребятки, которые выкидывают неплохой дэмэдж. Так, прожимаем свою аптеку. Еще одна дополнительная аптечка у нас будет. Ну и самое главное, что я вам могу сказать еще. Старайтесь, чтобы... Ну, либо не было противника рядом, да, с подавлением. Либо же просто пытаетесь распорядиться уже своим дроном быстрее, чем кто-то нанесет вам статус подавления. То есть подавление здесь в этом плане очень жестко может контрить ваш дрон на постоянной основе. Ну, либо еще есть вариантик с защитой от подавления, взяв именно иммунитет от него. Но это уже такой дополнительный вариант. Так, противник пытается у нас увозить флаг. Мы первый доставили, но по ощущениям сейчас все может поменяться. Пытаемся накинуть урон. Добью ли я его или нет? О, хорошо, добили. Есть возможность. Мамонт прожимается. Тысяча урона дополнительная. Будет ли у нас кто-то подбирать флаг? Нет, у нас не такая жесткая, к сожалению, команда. Противник делает первую доставку. Ой, и мамонт еще успевает на этом овердрайве. То есть он пролетел справа? Офигеть. Какая себе он на этом мамонте пролетел дистанцию огромнейшую. Так, ну и пытаются ребята увозить еще один флажочек. Если, кстати, вы начинаете с ддшки, то у вас как раз таки кулдаун на расходку будет больше. То есть, грубо говоря, лучше всего начинать именно с нитры, либо с брони. Вроде как с этих двух припасов у вас нет дополнительного кулдауна на два припаса, только на один. Поэтому у вас есть возможность за 5 секунд иметь уже фулл расходку. Противник пытается здесь минироваться. Попробуем отвезти. И аптечка у меня уже сработала спасателя, потому что шафт меня мог ваншотнуть, но как раз таки... Ай! За счет своего спасателя он меня не слил. Ну и пытаемся, пытаемся, пытаемся не слить эту катку. Дополнительная аптечка выигрывает очень много времени вам дополнительно. И на сегодняшний момент времени я, если честно, даже очень сильно удивился, когда мне на одном из стримов заказали вооружение со спасателем. Да, я очень сильно удивился в том, что не так он плохо и смотрится. То есть я очень сильно, не то что даже ненавидел, но говорил, по крайней мере, что смысла в этом дроне супер мало, типа смысл его использовать. Зачем вы вообще играете на спасателях в матчмейкинге? И все в этом духе, да. Но на сегодняшний момент времени я для себя понимаю, что... Ну есть, есть в нем интерес. Есть, определенный интерес есть, только единственное в том, что надо стараться правильно использовать свою расходку, чтобы у меня было намного больше возможностей иметь еще одну аптечку от спасателя. Да, поэтому здесь надо немножко не торопиться, прожимать свою аптечку только после того, как сработает дрон и постоянно следить за этим дроном. Противник пытается доставить еще один флаг. У нас уже 2-1 в пользу противника. Ничего себе, я только посмотрел на счет. Я думал, что мы еще не так жестко проигрываем. Оказывается, у нас тут уже кабелой попахивает. Ой-ой-ой, сам перевернул противника в обратку. Плохо. Аптечка, но нет. К сожалению, отвозят у нас противники флаг. Ну и это похоже на размен. По команде, конечно, у нас не все так хорошо, как хотелось бы. Но в любом случае будем стараться. Будем стараться выигрывать эту каточку. Будем стараться выпушивать противника. 50% овердрайва у меня есть. Пантер здесь продолжает ставить мины в подъем. Потихонечку. Прожимают ребятки свои минки. Попробуем здесь накидать. Плэшом. Отлично. Добавляем. Так, и еще одну тычку по мамонту. Нет, не успел. 400 очков у меня. 400 очков. Неплохо. Неплохо. При том, что времени особо много у нас не прошло. С началом боя. Пробуем накидать. Ну это, наверное, да. Наверное, это лучший дрон для меня на сегодняшний момент времени. Если мы рассматриваем именно прожатие дополнительной аптечки. Да, потому что я, как игрок, который очень часто улетает на респ и не может разыграть дополнительную аптеку, может подсейвиться на этом спасателе. Попробуем в ближайшее время поиграть чуть больше на этом дроне в матчмейкинге. Быть может, реально, реально мета спасателя начнется в нашей игре. Кто его знает? Может, реально он не так плох, как я раньше думал. Так, надо тут, наверное, прожиматься. Нет, прожиматься не будем. Мэтт отлично отыгрывает. Микарно сейвится. Попробуем сейчас залететь. Так. Ага, понял. Антер. Ну, в очередной раз я чуть тороплюсь, да, с аптекой. Но здесь против твинца с пульсаром, конечно, не спасает меня эта аптека и дрон в целом. Потому что мне просто наносят статус эффект подавления и мой дрон уходит в инактив. Поэтому здесь надо тоже стараться лучше прожимать свои аптеки и расходку в целом в таком ключе, чтобы как можно меньше попадать под статус подавления и под крит в тот тайминг, когда мне нужно хп. Это очень важная вещь на этом дроне. Так, нам надо постараться вернуть. Я только не знаю, как. Попробуем. Давайте заехать через туннель. Потом поднимемся по стенке справа. Надеюсь, что там не будет мин, потому что другая сторона вся заминирована у противника. Вот эта сторона может быть как раз-таки без мин. Попробуем обмануть. Отлично. Отлично. И без ваншота. Ой-ой-ой. Спасатель засейвил. Засейвил спасатель. Вот вам сейв спасателя. Вот вам сейв. Чистейший сейв. Где я на любом бы другом дроне просто бы улетел бы на респ. Но здесь меня спасатель сейвит. Но это очень неплохо было, если честно. Это было очень неплохо. Так. Так. Противник пытается здесь раздаваться. Пытается залетать. Но, скорее всего, они тут отвезут флаг. Попробуем зайти на базу. Так. Резист уже от грома появился. Молодого человека. Мы можем, в принципе... Можем, в принципе... Переодеть здесь... Опа. Что за лак? Мы можем, в принципе, здесь переодеть пушку. Попробовать реализовать что-нибудь другое. Например, твинца с пульсарчиком. Одного минусуем. Попробуем второму еще накидать. Вот. Дополнительная еще аптечка. То есть у меня дважды успел сработать дрон. Дважды успел сработать дрон. Давайте попробуем взять твинца. Получится... Им поинтересней реализовать эту комбину. По крайней мере, в рамках этого боя, потому что у нас нет резиста. Ну и здесь противник довольно так противно играет. Пытается постоянно выпушивать. Может быть, это и сработает нам в плюс. Пробуем сейчас залететь в атаку. Еще бы спасатель у нас бы хилил бы не 1000 хп, а фулл хп. Да, например, там 3000 хп на танк бы залетало. Это было бы прям, ну, супер круто. Так, ну и в очередной раз я поторопился немножко с аптекой. Было попозже прожимать ее. Так, какой-то пытается отвезти. Пытается! Давай-давай-давай, родной! Давай-давай-давай-давай! Пошел-пошел-пошел-пошел! Вертушка! Закрутушка! И... Увозик доставочка! Хорош! Красавчик просто! Красавчик хоререйчик! Так, 4 минуты до конца у нас боя. Пробуем. Ехать вперед. Вот, Мамонт там на овердрайве сейчас будет пытаться что-то реализовывать. Так, ну, тут минки, да? Птичка у меня еще есть. Но... Такое себе, такое себе! Сейвит спасатель, но не до конца. 4 минуты до конца надо постараться выиграть эту катку. Все шансы у нас на победу в этом бою есть. Особенно с тем учетом, что я переоделся на Твинца. Она попытается сейчас Мамонт раздаться и увести. Пробуем выжать максимум. В этой ситуации. Отлично. Засейвили флаг. То есть, грубо говоря, размен Мамонта овердрайва на Хантер овердрайв это безболезненная вещь. Если учитывать тот факт, что он на счет 2-2 противник мог увозить и доставлять, то, наверное, это неплохой вариантик реализации момента. Но сейчас противнику... Ой, противнику тиммейтам уже будет попроще дофить этого Мамонта. Надеюсь, что они уже не потеряют здесь флаг. От него по резисту можно было бы тоже, наверное, что-то переодеть. По крайней мере, от Изиды можно было бы взять рез, потому что там у них 2 или 3 Изиды есть. Шафт, Магнум, Скорпион. Скорпион у меня рез есть. Сейчас посмотрим. Может быть, что-то переоденем. От Твинца взять резист. Но можно в теории. Мамонт играет уже от Дефа. Довольно плотно пытается сейвиться здесь. Накидать урона, к сожалению, супер много не удалось. Так, возьмем, давайте, рез от Изиды и от Твинца. Скорпион, Изида, Изида, Твинс. Возьмем вот так вот. Потому что у нас остается всего лишь 3 минуты до конца. Постараемся выжать максимум. Да. Так, здесь, конечно, опять под сейв. Опять Изида на накидке. Миночек. Вот если бы я бы на статус эффектик его бы посадил бы. Я бы его... А, его мины сгорели. Шикарно. Шикарно сгорели мины. Только Мамонт стоит в Дефе. Мамонт стоит в Дефе. Пытается не потерять флаг. Может попробовать зайти через право сейчас. Главное забрать вот этого паладина. Главное забрать этого паладина, чтобы он в коем случае не увез у нас ничего. Так, ну, спасатель чуть-чуть тайминга мне дал выиграть. Мамонт в атаку не идет. Пытается Дефить до того момента, пока у него не появится оверка. И потом уже будет пытаться что-то разыгрывать. Так, может про него перейти? Опачки. Свои овердрайвы пошли в бой. Я понял. Я понял. Ну, с такими, конечно, моментами есть, может быть, шансы у противника на возможную реализацию в этом бою. Так, овердрайв у меня уже появляется. У Мамонта тоже овердрайв появляется. Попробуем залететь. Пасатель чуть-чуть подсейвит меня. Здесь паладин. Если раздастся, то у него будут шансы хорошие на увоз. Скорее всего, придется сажать в него овер. Хотя нет, можно не сжать. Мамонт будет сейчас пытаться увозить. Это точно. Так, попробуем его. Оп, хорошо. Обработать. Обработать, доработать. Доработать до конца. Хорошо, шикарно. Попытаемся сейчас дернуть. Противник тоже пытается. Скатываемся назад. Дабл. Стоп в меня залетает. Просто дабл стоп. Противник уходит, не уходит. Добил. Добил. Хорошо. По звуку услышал, что добил. Флаг вернули. 50 секунд до конца. Ну, наверное, один из последних заходов. Еще один овердрайв юзает противник. Просто эти овердрайвы залетают один за другим. Нужно забрать. Нужно забрать. Этого изида в вода. Так, Мамонт летит через туннель. Попробуем поймать его тут. Поймать его здесь. Он понимает. Но. Давай, давай, давай. Успею. Ах, не успел, блин. Ну, это было прям, конечно, супер на тоненького. И даже дабл спасатель меня, к сожалению, не сумел вытянуть. И Мамонт по итогу все равно доставочку флага здесь реализует. Ну, постарался выжать, по крайней мере, максимум из этого момента. Из этого сетапчика. Ну, по итогу, конечно, чел еще что-то пишет. Прожимаю 3 или 4 своих овердрайва. Ну, вот так вот в матчмейкинге бывает. В целом, что я могу сказать. Я советую и вам присмотреться к этому дрону. Что-то мне кажется, что он абсолютно не бесполезный. А реально имеет место быть в нашем матчмейкинге на сегодняшний момент времени. И вот эта вот дополнительная сейва кажется таким маленьким, маленьким, да, чем-то. То есть, то, что вы там не уходите на респ от ваншота, да. И при этом имеете кулдаун на 9 сек, да. Кажется, что это, ну, ничего, да. То есть, это пустое место. 5 тысячи хп вам ничего не дают. Но насколько большое сейчас количество ситуаций на картах, когда залетает настолько большой дамаг, что он просто вас уносит стычки, да. А этот дрон вам никогда не даст улететь с ваншота. Посмотрим, что покажет этот дрон на дистанции. Я скажу вам, что я постараюсь присмотреться к нему получше. Поиграть, поразыгрывать комбинации. Очень интересно, как он себя проявит. Но, конечно, если бы он давал хп не тысячу, а три тысячи, то это был бы уже совсем другой спасатель, который мог бы не просто хорошо смотреться в матчмейкинге, он мог бы быть супер-супер полезным. И не зря этот дрон, как и дрон-подревник, на мой взгляд, являются самыми бесячими дронами в матчмейкинге. И зачастую я на стримах говорю такую фразу, зачем они используют спасатель, кто сейчас его использует, да. Но, похоже, что-то в этом есть. Пишите, что вы думаете по поводу спасателя, насколько он актуален, по вашему мнению, на сегодняшний момент времени. Есть ли жизнь у этого дрона в матчмейкинге, ну и на каких дронах вы вообще играете на сегодняшний момент времени. У меня, друзья, на этом все. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Не забывайте также про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте кема личный тег, это тег тимп. Установите его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 30 тысяч танкойнов. Все информации по розыгрыше есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.